Древний город-воин Псков Тысячу лет стоит на северо-западных рубежах нашей земли. Этому его положению полностью соответствует и образ самого Пскова, и его судьба. Псковское пограничье не раз проводило глубокие и славные, и трагические рубежи в общероссийской истории и культуре. При первом взгляде на восстановленные силуэты Псковского Кремля возникает ощущение обратного стремительного течения времени. От Пскова нашего века, где проходила линия фронт Первой мировой, где произошло отречение от престола последнего русского царя Николая Александровича, от Пскова почти полностью разрушенного, разграбленного немецкими фашистами во время последней Великой войны, от современного возрожденного Пскова переносишься разом в его славную и святую древность. Псков впервые упомянут под 903 годом в летописном своде, и связано это упоминание с именем Первой Великой княгини Руси, Ольгой, родившейся на берегах этой реки со знаменательным названием «Великая». С Ольгой связано удивительно красивое народно-церковное предание о рождении самого Пскова. Остановившись отдохнуть, она увидела три светоносных луча, как бы падающие из переменчивого северного неба и озаряющие чудесным тройственным светом крутое возвышение противоположного берега Великой. Она вернулась сюда на склоне лет, в 957 году, спустя полвека после того, как ее взял в жены киевский князь Игорь, после того, как приняла она в Константинополе крещение под именем Елены. Тогда здесь был, как рассказывает лепись, «Велик лес и многие дубравы». Тогда же первая святая княгиня Русской Церкви сказала своим спутникам, «Разумно добдет вам, яко волею Божию, на сём месте церковь и мать быти, во имя Пресвятая, Одиносущная и Животворящая Троица Отца и Сына и Святого Духа. Ещё же и Град Велик будет и славен, и изобилен». Здесь водрузила она крест, а по возвращении в Киев прислала много златой серебра для сооружения храма Святой Троицы и повелела при нём населять и все людям и в недолгом времени быть Град Велик Псков. С тех пор место это почитается, как колыбель Пскова, откуда он получил святое материнское благословение равнопостольной княгине. Отсюда начало его христианской истории. Отсюда и начало особенного почитания на Руси Пресвятой Троице. Псков стал первым из крупных городов Руси, где главный храм был посвящён Троице. Когда вся русская земля была ещё языческой, здесь появилась первая в городах Северной Руси христианская церковь. Во имя заветного образа Троица живоначальной. Этот великолепный Псковский Кремль, или как его называют летописи Кром, над которым парит Троицкий собор, действительно словно по проведению свыше встал на естественной возвышенности, скаты которой так крутые и обрывистые, что представляются сами как бы стенами, а построенные крепостные стали лишь их продолжением. Сердце Крома, Троицкий собор, всегда был не только церковным, но и государственным центром города. Вот почему Псков называют ещё Домом Святой Троицы. Красота и величие Троицкого всегда были необходимым, ограждающим символом могущества и величия всей Псковской земли. Собор постоянно перестраивался, обновлялся. Этим объясняется контраст древней кладки стен и более поздней архитекту собора. Конечно, первый Ольгин храм был деревянным конца X века, а в начале XII столетия его заменил другой, первый каменный храм Псковщины, построенный первым псковским князем Всеволодом Гавриилом. Древний облик города воссоздавался историками архитектуры, политописным описанием и заражением на псковских иконах. Свидетелем расцвета Псковской республики и ее падения стал собор 1365 года, который в конце XVII века был разобран и на его месте был возведен существующий поныне четвертый по счету храм. Архитектурный стиль нового Троицкого собора отличался от чисто псковского. Скорее, он был построен в традициях московского зодчества. Этот канонический пятиглавый трюапсидный храм дошел до нас некоторыми переделками. В XVIII веке стены укрепились с контрафорсами, заложили проемы открытой галереи. И в конце XIX собор был оштукатурен и окна его украшены репными фигурными наличниками. Высотой более 70 метров двухэтажный собор просторен и чрезвычайно красив, принадлежа к числу замечательнейших храмов России. Закрытый незадолго до войны, он был вновь открыт уже в 1942-м, еще при немцах, занявших Псков. И его внутреннее убранство почти не пострадало. Чудом сохранились древнейшие святыни. В правом пределе поставлена гробница с мощами трех святых, благодетелей Псковской земли, ее первого князя Всеволода Гавриила, правившего век спустя, литовского князя Дамонта, принявшего православие под именем Тимофей, и 33 года защищавшего православных псковичей от вождевных католиков-соседей, нищего юродивого Николы, чей блаженный дух смирил ярость Грозного против Пскова. Неподалеку у иконостаса стоит восьмиконечный крест, прообраз легендарного дубового креста Ольги, которым она благословила родную землю. Со словами евангельской истины она ставила подобные кресты, строила первые церкви во время своего путешествия по Руси. Праматерь нашего православия, первая христианка на русском престоле, первая княгиня-государыня, Ольга была зачинательницей того, овеянного светлой поэзией прошлого Святой Руси, который сохраняется в преданиях, образах, святынях и камнях древнего Пскова. Отовсюду здесь был виден заветный храм, чтобы каждый мог осенить себя православным крестом пред куполами Святой Троицы. Вся важнейшая жизнь города сосредотачивалась под сенью храма. В Троицком при торжественном богослужении благословляли всех желающих на Бра Пскову и посылали анафему всем умышляющим против него зло. Близ него собирались знаменитые и полновластные вечи вольного города. Приглашенные вечием князья присягали в соборе на верность Пскову. К началу 16-го это был второй по величине богатству город после Москвы. 13-го января 1510-го года вечевой колокол последний раз созвал Псковичей на вечи, где они добровольно решили перейти под власть московского князя Василия Третьего. Скорбно молчание, со слезами на глазах, но верные общему отечеству и вере снимали они свой вечевой колокол, символ своей республики. Сколько раз его набат и благовест в течение трех веков возвещал о бедах и победах в Псковской вольвице. Как раз у этих стен Крома в 1242 году чествовали псковичи своего великого избавителя, князя новгородского Александра Невского. Когда Александр входил во Псков после победы на Чудском озере, ведя за собой пленных рыцарей, весь город с восторгом встречал его. А он, обратясь к народу, завещал псковичам быть верными его княжескому роду Рюриковичей, восходящему к святой Ольге. И именно здесь и могли прозвучать слова, которые приписали святому князю потомки. Кто с мечом к нам пойдет, от меча и погибнет. Но еще целых три столетия до победы Петра Первого в Северной войне псковичи не знали покоя от соседей. Немцев, литовцев, шведов, поляков. Стены и башни Псковского Крома непрерывно укреплялись и достраивались, всегда готовые к отражению врага. Высота стен доходила до 15-20 метров. Это была первоклассная система укреплений, по признанию современников, одна из самых больших и мощных в Европе. На 9 километров протянулись четыре кольца крепостных стен с 39 боевыми башнями. К тому же они были защищены с двух сторон естественной преградой, рекой Великой и впадавшей в нее Псковой, которая протекала внутри внешнего кольца укреплений и была снабжена нижней и верхней решетками, опускавшимися в реку до самого дна. Укрывавшиеся за стенами крепости жители города никогда не испытывали недостатка воды. Это позволяло Пскову выдерживать длительные осады. Верхние решетки находились недалеко от старых стен Крома, у Гремячей горы, которая дала название и этой башне. Когда-то величественная и грозная, теперь полуразрушенная, она по-своему красива. Древние мастера смогли соединить воедино свое творение с этим удивительно живописным берегом Псковы. Через реку от башни и шла каменная стена с четырьмя водобежными воротами. Рядом с Гремячей башней стоит маленькая церквушка святых бессеребренников Казьмы и Дамианова. Когда-то здесь был мужской монастырь. Его история хранит малоизвестный, но красноречивый факт, связанный с приездом в Псков в 1570 году Иоанна Грозного. Ищущий всюду измену, Грозный внезапно зашел в эту захудалую обитель, где и было-то несколько монахов. Царь был удивлен и растроган тем, как истово исполняли они свой монастырский устав. Вседневно, то есть непрерывно и днем, и ночью в церкви проходила служба. Тогда молитвами многих псковичей был спасен Псков от Иоаннова погрома. А спустя 12 лет, когда страна, измотанная Причниной и Ливонской войной, под слабеющей рукой Грозного не готова была дать отпор литовско-польской речи посполитой, вера и мужество Пскова спасли Россию и ее царя от позора прожения в Ливонской войне. В конце августа 1581 года войско польского короля Батурия подошло к городу. Генеральный штурм приняли на себя юго-западные стены Пскова у самой большой Покровской башни. Толщина ее стен в нижней части доходила до 6 метров. Батторий, один из лучших полководцев своего времени, после тщательной разведки псковских укреплений все же решил атаковать здесь, в сутки обстреливая эти стены из 20 тяжелых орудий. На следующий день через образовавшийся пролом осаждавшие ворвались в город. Но к псковским воеводам и ратникам бросились на помощь женщины и дети. И штурм был отбит. И продолжавшаяся потом пятимесячная осада не сломила стойкости псковичей. Батторий, видя истощение сил и боевого духа у своей первоклассной по тому времени армии, решился на переговор с Грозным о мире. Очень выразительно передает штурм Пскова Батторием церковное предание. Еще когда защитникам Пскова не были известны планы Баттория, слепой старец Дорофей указал им место, где по его духовному прозрению будет штурм и посоветовал, где надо ставить все пушки защитников. Когда же после штурма и обстрела силы псковичей были на исходе, из собора Святой Троицы к пролому в стене вышел крестный ход с иконами и мощами псковских заступников. Посреди кровавой сечи начался молебен. Утомленные псковичи воспряли духом и ответным выстрелом заранее заряженных пушек выбили неприятеля из родного города. И было это в день Рождества Богородицы. В память об этом дне пристроили потом псковичей зеркальных, стоявшей здесь в церкви покрова Божьей Матери церковь во имя ее Рождества. Рождества Богородицы. Рождества Богородицы. Рождества Богородицы. Своеобразным символом Пскова причиной его красоты и величия считают это место в излучине реки Великой неподалеку от города у стен Снитогорского женского монастыря. Вся псковская земля стоит на таком вот известняковом плата, который здесь наиболее выразительно выходит на поверхность. В этой геологической особенности основа каменного зодчества Пскова. Нигде не строили так много. Еще в 15 веке, когда Москва была деревянной, Псков стал одеваться в камень. Из этого известняка возводили крепостные стены, башни, дома и знаменитые псковские храмы, которые и расписывали охры, взятые из того же известняка и глины. из местной тесаной плиты, но еще в чередовании завезен кирпичом плинфой, был построен в 12 веке этот мощный шестистопный монастырский собор Иоанна Предтечи. Его единственное украшение высокие узкие окна и поясок арочек на верхней части барабанов. Храм, как бы врос в землю, окруженный высоким культурным слоем, накопившимся за 8 столетий. Первоначально был значительно выше и страннее и храм Николы Сусохи, высохшего места, построенный в 1537 году. И за 4,5 века уровень земли поднялся более чем на 2 метра. Церковь нарядна. Это было время расцвета псковского зодчества, когда окончательно оформились его характерные черты. Стены, сложенные целиком из своего камня, украшены лопатками на три прясла, кокошниками, бровками над окнами, валиками на апсидах, а поверх у них и барабанов идет типичный псковский орнамент, полоски чередующихся впадинок и выступов, сделанных из кусков все и то же известняковой плиты. Главы чаще всего покрывали осиновым или дубовым лемехом. Недалеко от храма Николы на Усохе находится другой, не менее замечательный, Василия на горке. Он был построен на высоком подцерковье, а на несохранившейся звоннице святого Василия Великого висел некогда осадный колокол, в который били в набат в 1581 году при виде Баторьевого войска, шедшего на приступ пскова. И, наконец, еще один псковский храм, который, несомненно, привлекает каждого проходящего или проезжающего мимо. Церковь во имя Успения Божьей Матери. С начала 15 века встала она на берегу Великой возле переправы через реку. Поэтому стали называть ее Церковь Успения Спароменья. Храм перестраивался в течение столетий, став вторым по величине после Троицкого собора. Храм стоит совсем рядом с тем самым местом, где был поставлен Ольгой крест, благословляющий Псков. Сегодня в церкви открыт, пожалуй, единственный в России предел во имя равноапостольной княгиня. Субтитры создавал DimaTorzok Успенская церковь пользовалась особой милостью Иоанна Грозного. Подаренная им Успенской церкви храмовая икона Успения Божьей Матери сегодня среди сокровищ Третьяковской галереи. Отреставрированный внешне храм был передан в 94-м году церкви. Но у Псковской епархии и у настоятеля храма Ермонаха Севастьяна просто нет денег, чтобы полноте вернуть этой одной из духовных религий Псковской земли и ее предназначение. Но мы надеемся, что с Божьей помощью, с помощью добрых людей, кому дороги наши святыни русские, мы восстановим этот храм и это вот святое место, где не много веков совершалось божественная литургия нашими предками все-таки будет восстановлена. Но надеемся, что с Божьей помощью наши святыни вернутся в этот храм и перед ними, как и в былые времена, будет совершаться молитва, будут приходить наши православные люди и просить у Божьей Матери и у Святой Равнопостольной книги Невольги помощи и заступления. Прежде каждый навещавший Псков, прощаясь с городом, с благодарностью кланялся Ольгиному граду и кресту, сидящим на нем литым голубем, символизирующим Дух Святой. По преданию, пока голубь на кресте, благодать не оставит Псков, дом Святой Троицы. КОНЕЦ КОНЕЦ